Добрый день. Добрый. Управление ГИИ, младший танк корней. Водительская тифаса. А что случилось? Сколько я ехал? Населенный пункт В90. Можно посмотреть? Конечно, без проблем. Подождите, я ничего не вижу. Чуть ниже, можно? Нет, я ничего не вижу. Вау слечил? Да, ничего не видно. Патруль 42. А где это? Показываю видео теперь. Показываю видео. Давайте. Ну и что, а где это? Знак первого масла. Где еще раз знак? Вы сомневаетесь, что вы в населенный пункт заезжали с какой скоростью? Ну конечно. Да, сомнения у вас. У вас нет? У меня нет вообще сомнений. Нету? Вас просто так не остановили, правильно? Неправильно. Почему? Ну не знаю, как у вас, но у нас, например, просто так тоже останавливают. А где же это? Ну а по номерам вы как думаете? Ухранить. Вас просто так не останавливают? Просто так? Время. Проведение когда рейдов. Ну так вот я поэтому и думаю, что вы просто так остановили меня? Нет. В нем вряд ли. Тут трасса тем более там где-то в селе, да. Просто так останавливаете? А что нельзя? У вас тоже нельзя. У нас есть спецмероприятие там и так далее. Останавливаем в общем. Проверяем багажник. И люди у вас открывают багажники так просто без свидетелей, без понятых? Ну понятых останавливаете, протокол. Досмотра. Делаете, да? У нас потому что не делают. Почему? У нас говорят, что это осмотр, а не досмотр. Мол, вы открываете, я буду смотреть. А если это досмотр, вот тогда я буду брать понятых. То есть они сами определяют, где досмотр, а где осмотр. Ну смотрите, если допустим я могу визуально правильно осмотр. Осмотры понятые не нужны. Я могу заглянуть там, ну вот у вас допустим багажник там видно. Открыты, да. Если я уже открываю багажник, смотрю, я по любому протокол досмотра должен делать. Потому что и при свидетелях, потому что я так сказать могу туда что-то там положить. Вот, вот вы это понимаете, объясните это нашим украинским этим. Это уже выезд населенного пункта, я понимаю, да? Вы с этой стороны, да. Ладно, хорошо, давайте так. Что у вас там, у вас есть сертификат на прибор? Как у вас это происходит? У нас это происходит так, есть сертификат на прибор. Мы смотрим, что он действителен. Там все эти дела. Проверяем, потом все остальное, да? Ну это хорошо. Сейчас принести его. Да, давайте посмотрим всю процедуру. Давайте. Что? Здравствуйте, вы ходить не хотите что ли? Здравствуйте, а мне не предлагали. А что? А вы не хотите зайти? Не, неудобно, мы на улице стоим. Так, заходите. Показали, чтоб не бегать туда-сюда. Заходите к нам лучше. Мы не имеем права. Чего? Ну как это? А у вас можно водителей вот так вот сажать? Без необходимости мы не имеем права. А у вас можно водителей к вам сажать? В машину? Да, на служебное оборудование. У нас в Украине запрещено нашим. С видеорегистратором. Все там звук пишет, все как бы снимает. Ребята, вы не поймите неправильно, но нашим настолько не доверяют, что им даже нас запрещено. Как зовут вас? Меня Саша зовут. Не, у нас чуть по-другому. А лицо знакомо? Вы там на ютубе, да? Не, это не я. А похож, да? Не, не. Давайте интересно просто. Кто убежал, по-моему, да или нет? Куда убежал? Куда ты убежал? Куда ты убежал? Нет, я никуда не убежал. Нет, тот человек, который снимал на ютубе. Я убежал в Приднестровье. Мужики, только никому не говорите, серьезно. Нет, а вы серьезно или нет? Я вам честно скажу только между нами. Я убежал в Приднестровье, теперь я буду здесь жить. У вас скоро будут выборы президента, я правильно понимаю? Я не знаю. А я знаю. Мы в политические подробности. Я решил баллодироваться в президенты Приднестровья. Вот. Я вам серьезно говорю, я хочу изменить, я хочу нормально у вас стать президентом и научить вашу полицию, вас правильно брать взятки. Потому что в Украине, да, в Украине они правильно научились это делать, в Приднестровье еще слабенько. А, еще не научились? Да, у нас знаете как происходит? У нас если иностранцы останавливают, я вам серьезно расскажу, если у нас останавливают иностранцы на Приднестровских номерах наши, хохлы, они знают, говорят, так, выходи с машины, иди сюда, а ну дыхни. Что там у тебя? Документы, давай сюда. Что ты не знаешь, что ты нарушил? Не знаешь, сейчас я тебе расскажу, что ты нарушил. Ну давай сюда. Садись сюда, быстро. Ну это не разговор не людей, это не человеческий разговор. Я вот общался с, я не знаю как инспекторы зовут, но вот я общался с вашим напарником, просто я поразился тому, как вы к этому делу относитесь. В плане того, что надо принести, я принесу. Мы этих, своих инспекторов, тренировали, ну чтобы вам не совали три года, чтобы они просто так же общались. Три года на это у нас ушло. То, как вы себя здесь ведете. Новая полиция, ну они, видите, они все гражданские там у вас, поэтому... Новая полиция, это были ребята, которые были там, кто работал в супермаркете охранником, кто был студентом. То есть старый, кто занимал должность, не имеет права потом. Они не имеют номинальный, а там все, все проходят аж белую. Две тысячи долларов, ты проходишь аттестацию, и ты в новой полиции, пожалуйста. И зарплата полноценная, 80 тысяч гривен, по-моему, да? Плюс ко всему, 80 тысяч, плюс ко всему все твои бонусы, которые у тебя были до этого, левые, они все остались. То есть ты как поселом разводил раньше за пьянку, так ты и разводишь, только теперь в полицейской форме. То есть это еще премиальный к зарплате. А чем вы сейчас занимаетесь? Я вам серьезно сказал. Вот взяли мне и не поверили. Не поверю. Не поверите, что я хочу стать президентом Приднестровья? Почему? Никто не хочет. Нет, я не верю вашим словам. Не знаю почему. Я ездил к другу в Молдавию, я просто проездил. Я первый раз у вас. Я первый раз приехал, я ездил к другу в Молдавию, и он сегодня прилетел в гости, так мы его посещали. Ты на память дать? Нет, почему? Я хочу показать, как работает полиция в Приднестровье. А что здесь плохого? У нас тихо, у нас общаемся хорошо с гражданами. Я вижу. Это раньше было, да, может лет 10-15 назад. Может какие-то хамства-то и присутствовали. Может на сегодняшний день кто-то это, как говорится, с ними не без уродов. Может это и плохо? Ну, я вам честно скажу, что я вот проехал в Приднестровье, очень много полиции я увидел. У нас столько уже на трассах нету. У вас только нету? Уже нету. У вас очень мало, но тем не менее, как бы никакой нету такой... Мы у нас все в Приднестровье, в принципе, все вот обслуживаем трассы. Управление ГИИ все обслуживает трассы. Потому что реально тут и большие скоростяки, и очень много тут ДТП со смертельными исходами на этих трассах. Но у вас ваши дороги хорошие, у нас так не разгонишься. У нас сейчас в Одессу выезжаешь, там дороги нет. Ну я знаю, что мы не ездим туда. Ребята, ну что, давайте вот документы, в любом случае, в любом случае, не, в любом случае и проверьте, как... Мы взятки брать не будем. А я взятки не даю, не предлагаю абсолютно. Мы их и не берем. Абсолютно я не предлагаю взятки, ничего не даю, никому не... На тебя не говоришь. Не, если вы осознаете свою вину, что вы нарушили, тогда... Честно скажу, между нами, честно. Вину не осознаю, потому что... А что? Потому что я считаю, что не нарушил, но это... Нет, нет, должны снизить перед населенным пунктом. Мы как ехали за городом, так мы и заехали сюда. Но мы не сошлись с инспектором в этом. А почему? Ну у нас разные на это взгляды. Ну не знаю туда. Почему? А как по-другому туда? Да нет, там же видно знаки машины. Конечно видно, там же видео полностью. Ну если у вас есть видео, что поделать, да? Ясно, все, будьте здоровы. Счастливого пути, удачи вам, да. До свидания. Заезжайте в гости, как чаще. Всего доброго. Позитив. Я саневую над мозгом из Запорожья. Я знаю все дороги и бездорожье. Но с позитивом и всегда с улыбкой. Гаишники со мной общение называют пыткой. Я предлагал себя в ГАИ экзаменатором. За что беременным назвал меня провокатором. Давайте по закону доказательства и протокол. Номер значка и к силу. Эй, куда пошел?